Драконовские начисления у жителя Караганды целый месяц пустовала однушка в центре города, где он предусмотрительно перекрыл не только краны, но и отключил рубильники в щитке. Однако сумма в квитанции за октябрь вызвала недоумение. Ирина Вобещевич расскажет подробности. От жильцов этого дома я слышал, что тоже жалуются, что большое количество электроэнергии, что там люди живут одни, бабушки, грубо говоря, у них нету никого. Большие счета пришли. С другой квартиры, в которой я непосредственно живу, тоже так же соседи говорят, что большие суммы. Может быть, как-то действительно изменился тариф или сбой, но нигде, сколько я соцсети мониторил, нигде ни жарык, никто ничего не говорит. Алексей живет на Нуркена с семьей, а с этой квартиры в пятиэтажке на Пичуге на месяц назад съехала сестра. Мужчина освободил все, даже холодильник, побытаскивал оставшиеся приборы из розеток, а для надежности отключил рубильник. Отключаю все автоматы и все. Включайте. И то есть, как бы, кто-то с других там, может, левое какое-то подключение думал, но никакого левого подключения нет. В результате такой экономии сокрушается Алексей больше 12 тысяч в квитанции. Даже в сентябре, когда пользовались обогревателем, счет был около 5,5 тысяч за электроэнергию. Никто не проживал. Максимум здесь сестра жила до десятых чисел октября. У меня есть подозрение, что сами же, как сказать, Карагандыжи Лузбыт, они могут дистанционно управлять электросчетчиками. Подобная жалоба не единична, а их просто шквал со всего города. О том, что может быть действительно 550 киловатт на однокоматную квартиру, я не верю. Либо неправильно установлен коэффициент в электронном счетчике, либо руководство ЖРК пытается заработать себе на новогодние корпоративы. Счета, ну, они не огромные, они реальные и действительные, которые соответствуют фактическому употреблению и умноженные на тариф, который у нас, кстати, поднялся с 5 июля этого года. Мы связались со всеми компаниями, которые ответственны за начисление, выставление счетов, снятие показаний, предоставление услуг электроснабжения, чтобы разобраться все же с большими суммами за электричество. С осени тариф не поднимали, подняли его летом на 30%. То есть это ни в два раза, ни в полтора раза, ни трехкратное повышение, это опять-таки 30%. И тем не менее, если ранее платили две тысячи, то сейчас две тысячи шестьсот. Если четыре тысячи, то сейчас пять тысяч двести тенге. Согласитесь, это ощутимо. Но не за этого сейчас люди активно возмущаются, уверены в компании. Период начисления у нас исчисляется, согласно правилам пользования электрической энергии, это является период между съемом показаний. У некоторых показания снимаются 16-го числа, у кого-то 20-го, у кого-то 25-го числа. На это тоже необходимо обратить внимание. Поэтому в этом месяце, который счета выставили за октябрь месяц, в частности, вот по данному адресу, который у меня идет, с 16 сентября по 16 октября. Соответственно, туда попали так точно 14 дней сентября, которые многие у нас, в том числе и я, подогревались электрической энергией. Календарный месяц не соответствует месяцу начислений, поэтому туда попал период, когда многие грелись обогревателями. А еще говорят, в осевне-зимний период световой день короче, люди больше сидят дома и больше жгут электричество.